Более 2,5 миллионов рублей недополученной зарплаты готовятся взыскать с работодателя сотрудники производственно-творческого объединения «Третий канал». Предприятие занимается изготовлением и распространением рекламы и телепередач на канале ТНТ в Сыктывкаре. 15 человек, это, кстати, 80% от всего коллектива, уволили осенью прошлого года, причем без объяснения причин. Светлана Некрасова погрузилась в ситуацию. Потерять работу эти люди никак не ожидали, ведь трудились на прибыльном предприятии, которое вроде исправно выплачивало налоги, взносы и заработную плату. Стаж многих сотрудников перевалил за 10 лет, и потому уведомления о прекращении трудовых отношений стали громом среди ясного неба. Никто ничего не спрашивал, никто ничего не говорил, просто забрали, прекратили договор и все. И также со всеми практически, ну не со всеми, нет, наверное, с частью, с большей частью людей, которые работали на этом предприятии. Хотя никаких ни нареканий не было. Работали все достаточно, ну я не могу, это нормальное, стабильное предприятие, которое давало работу 21 человеку. Менеджер по рекламе Ольга на третьем канале с 2000 года. Говорит, отдавала любимому делу все силы и получала отдачу. Зарплата позволяла вывозить на лечение ребенка-инвалида. Как быть теперь, женщине непонятно. Ребенок на инвалидности остался, как говорится, у меня, на попечении, я как опекун еще. И остаться без работы, это очень сложная ситуация. Психологический стресс очень тяжелый. С 2006 года сотрудники работали по договорам подряда. Их заключали каждый год, но о тонкостях таких отношений никто не задумывался. Ведь больничные и отпускные им выплачивали, зарплату выдавали стабильно. Что еще нужно для нормальной работы? И вдруг предприятие расторгло соглашение без социальных гарантий. Ни компенсации за отпуск, ни выплат по сокращению. Юридически были договор подряда. Но я в тонкостях не разбираюсь, что там. Поэтому и думал, что трудовой договор оформлен. Сейчас понятно уже, что они пытались как-то уйти от ответственности. И, в общем, мы подали сейчас коллективное обращение в общественную палату. В своем обращении уволенные сотрудники написали, переговоры с руководством ни к чему не приводят, их просто игнорируют. Единственная надежда на общественников. В период с 2006 года по сентябрь 2015 года работодателям были нарушены их права в части обязательного заключения письменного трудового договора. Ими указано, что работодатель заключал ежегодные, постоянно чередующиеся договора гражданского правового характера, договора подряда. Это само по себе уже нарушение. В общественной палате пообещали перенаправить обращение в прокуратуру и трудовую инспекцию. Возможно, работодателя ждет внеочередная проверка. Впрочем, этим дело не ограничится. Дальнейшие шаги Роман Койден выработает вместе с уволенными работниками. Скорее всего, спор дойдет до суда. Светлана Некрасова, Александра Маркина, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрген.